На вечеринку, на рейв-дискотеку, плясать там с вот такими вот яркими глазами, бах, бах, очень красиво! Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео у нас долгожданная сводч-вечеринка! Наконец-то она наступила! И сегодня мы с вами, я надеюсь, знатно повеселимся, мы сегодня чем будем заниматься? Представляете, мы сегодня будем рассматривать разноцветные палетки Colourpop. Эти палетки потребовали от меня довольно большого времени, чтобы их собрать, потому что посылка идет напрямую из Америки в Россию, и иногда Почта России очень-очень долго ее доставляет. В общем, у меня сейчас есть 13 палеток, и это знаменитые палетки-девятки. Чем они знамениты? Это тем, что они супер популярны, супер популярны. На сайте Colourpop их постоянно раскупают, они постоянно выпускают еще, но это вот прям, наверное, одни из самых популярных сейчас палеток на бьюти-рынке. А чем они отличаются от всех остальных? Это тем, что в них 9 оттенков. И эти 9 оттенков это либо какой-то моноцвет, то есть несколько оттенков там одного цвета, либо это в случае с более старыми запусками какая-то одна тема, типа там море или солнце, и вот какие-то там оттенки, которые показались производителям похожими на вот эту вот всю идею. Итак, палетки-девятки стоят на сайте обычно по 12 долларов. Кстати, хочу напомнить, что у Colourpop нет официального дистрибьютора в России, есть только один официальный сайт, это американский. Прошу вас не рисковать своими деньгами и здоровьем, и не заказывать на всяких непонятных сайтах. Сайтах я оставлю официальный сайт внизу в инфобоксе под этим видео. Итак, они стоят по 12 долларов, и на распродажах они стоят примерно по 9 долларов. Вот сейчас недавно была большая распродажа, где они стоили по 9 долларов, то есть получается 12 это где-то 760 рублей, и 9 это, соответственно, там сколько там, я насчитала-то, 570 рублей, ну вот примерно обходится эта палетка. Вот, по-моему, 50 долларов доставка бесплатная, если меньше заказ, то получается, что там долларов 10 за доставку еще Colourpop вас возьмет. Всего вот таких вот девяток было 16 штук, насколько я знаю, но не считая каких-то там лимиток, которые постоянно добавляются, но они, знаете, такие прям лимитированные-лимитированные. И у меня нет, получается, трех, потому что у меня, господи, у меня 13 палеток, 16, 13, все, столько цифр, 9, 13, 16, цифры, цифры, цифры. В общем, у меня нет палетки, которая называется Brown Sugar, это была коллаборация с актрисой Коручия Тран, и это вроде была одна из самых первых палеток, вот именно из 9 цветов. Также у меня нет палетки Soul, которая была выпущена как парочка вот этой вот морской палетки, и нет еще новой самой их палетки, которая называется Mint To Be. Это палетка с мятными оттенками, но зато есть все остальные. И давайте сегодня мы поговорим вообще об их качестве, и скажу пару слов, вот как бы описывающих общее качество этих палеток. Обычно, обычно у них очень хорошие матовые, они очень яркие, они очень насыщенные, они красивые, они легко растушевываются, есть отдельные оттенки, которые не так легко тушуются, ну, как бы, знаете, обычно это какие-то очень темные, очень сложные, ну, ладно, как всегда, да, как в любых там палетках, вы можете такие найти. Чуть-чуть могут цвета осыпаться некоторые, но в основном осыпаний нет. Также у них есть две больших проблемы, это вот то, чего нужно вообще опасаться во всех, во всех палетках Colourpop, по моему мнению. Первая проблема, вообще три, уже три насчитала больших проблем, первая проблема это то, что у них какие-то кошмарные глиттеры. Эти глиттеры, они как хлопья, они вот в этой вот такой, какой-то клейкой жижице, но, тем не менее, они постоянно осыпаются, они все разлетаются во все стороны, ну, и выглядят они просто как такие огромные блестки в какой-то жиже. Ну, большинство, мне кажется, людей их не очень любят, и я тоже их не люблю. Вторая проблема это металлизированные оттенки, но не все. У них есть какая-то странная текстура, которая иногда встречается, это тоже металлики, которые, знаете, как вот хлопья такие снежные, то есть, что глиттеры, что металлики, вот именно очень сухие, очень такие, какими-то отдельными прям комочками. И иногда мы в этих палетках будем такие встречать, я вам буду про них рассказывать, что вот их нужно опасаться. И они не очень хорошо переносятся на век, они могут где-то сильнее осыпаться в некоторых случаях, но в остальных случаях металлики очень хорошие. И третья проблема, которая на самом деле, наверное, одна из самых таких неприятных, это то, что иногда палетки приходят либо с разбитыми рефилами, они стараются решить эту проблему, они очень хорошо все запаковывают, но иногда это случается. И то, что эти рефилы могут чуть-чуть отклеиваться у вас в палетках, поэтому вот такие вот палетки я вам советую хранить только вот таким вот образом. То есть, вот вниз, вот вверх, вот вы положили ее в ящик, никаких вот таких вещей, вот таких вещей, не дай бог, вот таких вещей не делайте. Клей со временем может рассохнуться, и у вас просто этот рефил, что это тут, ой, все валится, высыпется и все вам обляпает, и вам тоже будет обидно. Итак, начинаем. Давайте мы начнем с тех палеток, которые я считаю достаточно средними. То есть, понятно, что это не только по качеству я сужу, но также я сужу, потому что у меня есть кое-какие претензии к цветам. То есть, это очень субъективно будет, но все равно, ну, понимаете, какие-то цвета просто больше нравятся, какие-то меньше нравятся, поэтому сейчас мы про такие вот средненькие. Итак, начнем. И, наверное, самое-самое первое, и, возможно, самое неинтересное для вас, это будет палетка, которая называется Going Coconuts, и это одна из последних палеток, то есть, после нее была только Mint 2B. Я вам про нее рассказывала, мы снимали даже обзор на эту палетку. Она очень красивая, она реально очень симпатичная, здесь красивейшие такие оттенки, они считают ее самой своей носибельной палеткой, ну, типа, она вот такая прям универсальная и достаточно нюдовая. В ней есть определенные проблемы, это то, что вот этот оттенок, вот этот оттенок и вот этот оттенок, они как раз представляют собой такие суховатенькие металлики, то есть, они не сухие, не прям какие-то ужасные, но они суховатые. Из-за этого вот этот оттенок, он прям хлопьями выглядит, а вот этот оттенок, он может немножко больше осыпаться, чем вам бы этого хотелось. В остальном, эта палетка хороша, она как бы на самом деле не самая универсальная на свете, потому что здесь самый темный оттенок, это как бы тоже не самый темный из всех возможных, но она прям хорошая. Хорошая, но я бы ей поставила все-таки четверку, а не пятерку. Идем дальше. Следующая средненькая палеточка, это у нас Strawberry Shake, клубничная палетка. К этой палетке у меня, в принципе, та же самая претензия. Здесь вот эти вот металлизированные цвета, они суховатые. И причем, если вот этот, он просто такой чуть-чуть суховатый, то вот эти, они прям сухие, особенно светлые. Вот со светлым, видите, вы даже можете рассмотреть, какой он прям хлопьями прям здесь лежит, хотя он как бы не особо какой-то затертый, но вот прям видно. Она потрясающе красивая, она очень яркая, причем она, знаете, такая даже больше красная, чем розовая получается на коже. Кстати, все свочи я сегодня буду доставлять отдельно в этом видео, потому что если мы сейчас с вами начнем вот этим вот заниматься, то мне после каждой палетки придется бежать и мыть руки, потому что они очень яркие и очень насыщенные. И даже просто салфеткой они могут не стираться. Так вот, в чем еще проблема этой палетки? В том, что она оставляет въевшись тинт у вас на веках. Особенно вот этот вот красный оттенок Дайкири, который просто нереально ее яркость имеет. Давайте, кстати, попробуем его сейчас, раз уж я сказала, а потом побегу, видимо, мыть руки после этого. Смотрите, видите, какой красный? То есть вот мы его немножко разотрем, и вот что получается. То есть какая нереальная насыщенность. Очень-очень красивый цвет, потрясающе красивый, но, к сожалению, оставляет довольно сильный тинт потом на коже. Прошу обратить внимание тех, у кого аллергии есть на определенные оттенки, что обычно те оттенки, которые более въевшиеся тинты оставляют, они, знаете, имеется кое-какая связь с этим, что они обычно вызывают больше каких-то аллергических реакций. Ну, в общем, потрясающе. Кстати, вот этот оттенок с блестками, центральный тоже здесь просто невероятно красивый. Еще вот этот вот тоже такой красивый цвет. В общем, все очень-очень красивые цвета, и палетка Струбери тоже на четверочку. Ну вот, знаете, какой баланс здесь? То есть, очень красивые цвета матовые, но при этом вот эти вот суховатые металлики, к которым надо приноровиться. Дальше у нас палетка, которая называется О-Ла-Ла, и это достаточно старый запуск. Это именно тот вариант, когда была просто какая-то общая тема, но это не совсем моноцвет. Кстати, на примере этой палетки я вам еще хотела рассказать про такой момент. Когда вы от этой палетки будете отклеивать зеркало, я вот специально только в одной оставила, чтобы вам про это рассказать, не отклеивайте его с этого вот краешка, где, собственно, подцепка, как надо отклеить, а отклеивайте с той стороны, где нет подцепки, потому что отсюда оно отклеивается вообще на всех палетках неровно, и кусками остается на зеркале. А если вы вот здесь, вот здесь или вот здесь подцепите пинцетом, вы тогда полностью эту пленку снимете. Очень какая-то странная здесь вещь. И это тоже очень яркая палетка, но здесь вы уже можете видеть, в чем проблема. Вот он немножко у меня подразбился, и он очень-очень сильно сухой, вот этот вот оттенок. Все остальные тоже яркие, но это прям такая фуксия, прям фуксия-фуксия, очень такая насыщенная. Ну и вот этот вот оттенок Кэдди, он немножко сложноватый, когда вы его наносите, просто потому что он такой прям, ну, темный достаточно, сложноватый в плане растушевки. Ну, как бы, ладно. Идем с вами дальше. Палетка Just My Luck. Тоже для меня она оказалась средненькой, хотя, знаете, по качеству она все-таки очень-очень хорошая. Я думаю, многие сейчас расстроятся, а что это ты такую красивую палетку в средненькие записала? Здесь, на самом деле, все хорошо в ней, и даже здесь не какие-то сухие металлики. Ну, может быть, вот на этот у меня есть небольшая жалоба, что эти металлики вы, конечно, кистью не будете переносить, либо влажной кистью, либо пальцем, ну, как, в принципе, практически со всеми металликами. Вот этот прям может выглядеть немножко бледновато, то есть его обязательно, обязательно прям вот влажненьким пальчиком, на влажненькое веко, если на консилер вообще будет просто волшебно. Здесь такие красивые цвета, как кажется на первый взгляд, да? На самом деле, они немножко все такие болотные, то есть это не mint to be. Вот эта новая, которая мятная, она больше темно-зеленая, она прям сильно насыщенная вот этим каким-то коричнево-зеленым цветом. И вот этот самый последний оттенок, это чисто прям болото такое, прям он болотный-болотный. Здесь исключительно претензия по цветам, вы можете со мной не соглашаться, потому что это очень субъективно. Ну, знаете, кому-то оранжевый нравится, кому-то нравится там зеленый, голубой и все остальное. Дальше с вами идем. И следующая палетка называется Orange You Glad. И эта палетка потрясающей красоты, то есть вся такая апельсинка аппетитная. Давайте на нее посмотрим. Здесь опять проблема в суховатых металлизированных оттенках. Вот этот и вот этот, они не ужасны, как мы видели в каком-то из предыдущих вариантов, но они все равно суховатые. То есть это не хлопья какие-то, ну, так знаете, все равно там есть такое что-то. И вот этот оттенок, который в центре, это оттенок Клементин, что-то в него там попало, это как раз вот этот вот кошмарный глиттер Colorpop-овский, который мне совершенно не нравится. То есть, видите, он наносится вроде как красиво, но уже видно, что он прям плешивый такой, и он не особо держится как-то. Ну, вот так вот он выглядит, прям такие крупные куски блесток. Вот в этом вот проблема со всеми этими глиттерами. Палетка чем, почему она вообще средняя, несмотря на то, что в ней есть такие два, ну, объективных недостатка, да, это то, что здесь совершенно бобезные цвета. То есть вот этот, вот этот, вот этот, потрясающей красоты. Вот этот так здорово выглядит на коже, такие яркие и насыщенные. И вот в этом один из плюсов вообще всех палеток Colorpop, то, что эти цвета, они не пастельные в плане того, что, знаете, как в палетке ретроградной Меркурии, вы берете и типа вроде как насыщенный, на деле он пастельный. То есть это там ярко, смешанное, немножко с каким-то мелом получается. А здесь прямо так бах, бах, очень красиво, очень красиво. В общем, это тоже в таких средненьких палетках, которые у меня все на четверочку. Кстати, может быть, кому-то надо поставить пониже оценку? Может быть, кому-то там 3 и 9 баллов? Ну нет, все на четверочка, ладно. Дальше мы с вами поговорим про мои нелюбимые палетки. Давайте, давайте их скорее открывать. И что же это за такие шалунишки? Кто же это такие? К сожалению, это одна из палеток, вот такая вот суперкрасивая, которая называется Baby Got Peach. И давайте посмотрим на нее. В чем проблема с этой палеткой? В том, что здесь кошмарный глиттер, в том, что здесь вот этот очень-очень-очень сухой металлик, и в том, что вот эти вот все оттенки, они как раз из серии как у Худа. То есть это пастельная палетка. Это немножко субъективно, потому что, ну как бы, может кому-то нравятся пастельные оттенки, но они просто не яркие. Вот в отличие от того, что я говорила про предыдущие, если, например, Orange You Glad, это прям вообще, знаете, как будто на дискотеку вы реально собрались, на вечеринку, на рейв-дискотеку, плясать там с вот такими вот яркими глазами, то это что-то очень такое нежное и не особо выдающееся. Ну, на самом деле, таких оттенков достаточно много в любых сейчас палетках, и поэтому лично мне она как-то не особо просто зашла. Хотя это была одна, по-моему, из первых палеток, которые я заказала вот именно для того, чтобы потом вам рассказать о них в своем видео, я на нее возлагала очень большие надежды, она мне очень понравилась, как она выглядела на сайте. Следующая палетка меня прям расстроила. Это палетка, которая почему-то не хочет открываться. Она называется Main Squeeze, и она потрясающе красивая, вот когда вы просто так на нее смотрите. Здесь какая-то проблема с качеством. То есть здесь есть оттенки, которые очень яркие и красивые. Кстати, вот это достаточно сложно растушевывается, но опять он такой достаточно темный. Но здесь они прям сухие, прям сухие и не очень хорошо переносятся. Здесь совершенно ужасный центр. Вот этот, который называется Moroskin, он практически не имеет пигментации. Я не знаю, может, потому что он как-то замыливается сильно, это все-таки металлик, его нужно носить пальцем, но он как-то очень плохо переносится. И, кстати, все эти цвета оставляют достаточно сильный въевшийся тинт, особенно вот этот, который называется Home Slice. Очень жаль, потому что палетка яркая, симпатичная, и было бы здорово, если бы она оказалась хорошей по качеству. Дальше у нас палеточка, которая называется It's My Pleasure. Это тоже такой достаточно старый запуск. Ну, старый, знаете, Colourpop делает палетку там раз в две недели, поэтому, ну, это была там выпущена, не знаю, год назад, полтора года. Ой, старый такой запуск, вообще с ума сойти. И это палетка в фиолетовых оттенках. В чем проблема? Проблема здесь в том, что здесь много металликов, то есть здесь раз, два, три, четыре, пять металликов, матовых здесь всего три, и вот эти металлики, они просто нереально сыпучи, они очень сильно осыпаются, они такие суховатые, и вот здесь вот даже видно по его текстуре, какой он сухенький, какой он прям такой... И вот этот цвет, самый последний, который называется Slipper, он очень-очень красивый, очень насыщенный, но он, к сожалению, очень-очень сложный в растушевке, прям нереально. Палетка тоже красоты невероятной, но, к сожалению, вот такие вот объективные, как я считаю, у нее есть минусы. И самая последняя палетка, это палетка Mar, которая была в паре к палетке Sol, и она, как вы видите, именно на тему моря, ну, типа отдых на пляже. Здесь совершенно кошмарный центр, вот этот центральный оттенок, он просто омерзительный, он как будто сделан из каких-то отдельных кусочков, таких вот, знаете, слипшихся, очень сильно осыпается, и вообще выглядит плохо в результате, хотя он насыщенный при этом. Здесь сухие цвета, кроме вот этих золотых, то есть вот этот золотой, вот этот золотой, вот этот золотой, и вот этот золотой, они хорошие, потому что они очень-очень яркие, они очень насыщенные, просто бешеная пигментация, все матовые здесь достаточно сухие. Вот этот зеленый, он тоже здесь сухой, поэтому лично мне она не понравилась. Опять же, хочу подчеркнуть, что это все-таки субъективный. Здесь многие высказываются темы, но все-таки это же мой канал, я должна высказывать тоже свое субъективное мнение. А мы тем временем с вами подошли к моим любимым палеткам. Но про любимые одно удовольствие рассказывать. Итак, давайте начнем с первой. Это палетка, которая называется Smoke Show. И эта палетка, она вызвала очень много восторгов и очень много подозрений по поводу того, будет ли она классная. Знаете почему? Потому что она черная. Она черно-серебристая. Тоже можно ее так приписать, типа какая-то базовая палетка, но на самом деле эта палетка, конечно, для смоки, поэтому она так и называется. И это просто нереально классное качество. Я думаю, что они, когда ее делали, они понимали, что их будут очень сильно критиковать, если они не справятся с такими цветами, и они постарались. Здесь какая есть фишка? Фишка здесь в том, что матовые цвета, которые вам кажутся матовыми, они на самом деле сделаны немножко с сатиновым сиянием. Видимо, это было специально так сделано, чтобы они легче растушевывались и чтобы они, ну, просто были легче в работе, там легче наносились и красивее выглядели на глазах. Даже вот этот вот белый, который называется Young Love, он такой вот прям на самом деле сатиновый. То есть его, конечно, не особо видно на веки, потому что он очень светлый, но тем не менее он прям с таким немножко сатиновым отблеском. Вот этот вот черный с блестками потрясающей красоты. Блестки могут немножко осыпаться, ну, как бы понятно здесь все, но все равно невероятно красивый. И вот эти все металлики здесь потрясающего качества, просто потрясающе ровные, красивые, кремовые, великолепные, восхитительная палетка. Если вы любите делать смоки, то вот эта палетка прям, я не знаю, вас ждет. Конечно, могут все равно тени немного осыпаться, когда вы их наносите, но это как бы вот такие вот супер темные оттенки. Дальше палетка, которая называется Lilac You A Lot. Тоже одна из моих самых-самых любимых. И вы знаете, здесь странная вещь, потому что, в принципе, здесь тоже вот этот вот оттенок и вот этот, они такие достаточно сухие. Но здесь настолько красивые матовые цвета, что они полностью это все искупают. Они так хорошо наносятся, они так хорошо растушевываются. Вы во многих видео меня видели тоже вот с этим вот цветом, с этим цветом на глазах. Вот этот, по-моему, я не делала в видео, но, в общем, просто великолепный. Кстати говоря, вот эти две, когда вы их в комплекте используете, они дают эффект ретроградного Меркурия. То есть, они очень похожи на Худу. Если вы возьмете, например, вот этот серебристый и какой-нибудь вот этот, то получится прям вообще Меркурий-Меркурий. Очень многие, мне кажется, перепутают, особенно учитывая, что Меркурий стоит, по-моему, 58 долларов, а вот эти две палетки стоят 24 доллара. Дальше у нас палетка Honey, про которую я вам много раз рассказывала. Она великолепна. Здесь, конечно, тоже есть минус. Здесь вот этот вот отвратительный глиттер в центре, который называется Paluda. Но все... Paluzo, Paluzo, Paluda, да уж. У меня просто одноклассница была, точнее, однокурсница с такой фамилией. Не знаю, что это я вспомнила. Лена, если ты смотришь, привет тебе большой. Здесь у нас вот такие вот матовые оттенки, которые тоже совершенно замечательные. Они восхитительные. И что самое классное в этой палетке, что они очень яркие. Вот эти два желтые, они прям вот такие вот вырви глаз. Очень красивая. И говорила про нее в видео про мои самые-самые любимые вообще вещи в прошедшем году. Отличная палетка. И самая последняя, как вы думаете, что это? Blue Moon. Палетка с голубыми оттенками. Здесь у меня произошло расстройство. У меня из одного рефила вылетели тени. И, к сожалению, все распотрошились. Где-то, где они уже найти их не представляется возможным. Где-то они в мусорном ведре. Но все равно. Вот этот оттенок, он сам по себе был просто такой, знаете, светло-серебристый, насыщенный какими-то голубоватыми блестками. Правильно я вам говорю? Голубоватые они были. А, ну он такой дуахром был. Да, вот они голубые блестки. И их не совсем видно сразу. И только с переливами их видно. Великолепные. Великолепные цвета. Если вы искали голубую палетку, если вы искали голубые тени, вот они вас ждут. Они невероятно насыщены. И знаете, что самое главное в голубых тенях и в синих? Это когда они не уходят в серый. Здесь в серый, ну вот прям капельку, можно рассмотреть только в самом последнем цвете, потому что он самый-самый темный. Все остальные это чистый, чистый, голубой или синий. Невероятные насыщенности, потрясающие красоты. С синими есть такая проблема, что их сложновато тушевать, потому что, ну как бы, переход именно сложно сделать в ваш естественный тон кожи, потому что у вас как бы не голубой обычно тон кожи, да? А здесь, ну да, вот эта проблема существует, но они настолько красивые. Особенно вот этот Fine China, который, типа, знаете, как китайский фарфор. Вот именно этот цвет как будто повторяет великолепие. Ничего не могу больше сказать. И, кстати, сейчас у меня вот этот оттенок на веках. Как можно было догадаться. Ну вот, все вам рассказала. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Напоминаю, что заказывайте с официального сайта. Не нужно вестись на всякие другие сайты, какие-то непонятные, потому что в лучшем случае вам просто продадут эти палетки или, там, другую косметику от Colourpop дороже, там, в два раза, в три раза, чем вы бы заплатили, если бы заказывали на официальном сайте. Конечно, иногда невозможно по каким-то причинам заказать на официальном сайте, но лучше все-таки делайте это. А в худшем случае вам ничего не пришлют, просто вам, у вас заберут ваши деньги. Вот и чем это закончится. Или пришлют вам подделку. Ладно, хватит про это. В общем, спасибо вам. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам было интересно его посмотреть. Может быть, вы что-то для себя тут присмотрели, какую-то палетку, может, она вам понравилась, или просто посмотрели на разные яркие цвета. Спасибо вам за просмотр. Я вам желаю сегодня яркого настроения, чтобы оно у вас было запредельно радостное. И скоро мы с вами увидимся в следующих моих видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok